Мир вам, братья и сёстры! Мир вам. Тема моей проповеди «Люби, как Иисус». Три ключевые фразы. И моё желание, чтобы в памяти нашей остались вот эти три ключевые фразы, три ключевых момента, которые помогают нам осознать любовь Божию и которые помогают и нам «Любить, как любил Иисус». Любить, как любит Иисус. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 1 стиха. С 1 по 17 стих. «После того опять явился Иисус ученикам своим Приморье Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Пётр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил, и Сканы Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других учеников его». Симон Пётр говорит им «Иду ловить рыбу». Говорят ему «Идём, и мы с тобою». Пошли, этот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему «Нет». Он же сказал им «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру «Это Господь». Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своём из мёртвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Пётр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». Ещё говорит ему в другой раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Пётр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Пётр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли меня?» И сказал ему «Господи, ты всё знаешь?» «Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему «Паси овец моих». Я читал воспоминания одного человека, который рассказывает, что был именно на том самом месте, где ученики встретились с Иисусом. Он рассказывает о том, что немножко озеро сдвинулось подальше от берега, ну, всего лишь на несколько метров. И говорит о том, что это удивительно тихое место, если рядом нет туристов. И вот там он был с небольшой группой друзей. И он рассказывает такая тишина, что слышно, как плещутся волны. Даже тогда, когда ты говоришь в полголоса, всё равно слышно очень хорошо. И, похоже, и тогда это было тоже очень такое тихое, спокойное место. Диалог Иисуса с Петром похож на интервью. Вот, знаете, так бывает в последнее время, что интервью в христианской среде даже как-то в моде. Перед Новым годом или перед Рождеством, перед таким праздничным вечером молодёжь берёт интервью друг у друга или у членов церкви и затем смотрят, слушают. Здесь тоже что-то похожее. Возможно, что если бы этот вопрос «Любишь ли ты меня?» задавал бы не Иисус, а кто-то из учеников, Петру было бы трудно ответить. А что ответить? Ведь задаёт, допустим, вопрос, ну, Иоанн, «Любишь ли ты Господа?» А Петру надо сказать, «Да, люблю». А в ответ-то, что можно услышать? «А как ты любишь?» Мы-то ладно, мы-то просто убежали в ту ночь, а ты в ту ночь ещё и отрёкся. Но здесь спрашивает Иисус. И хорошо спрашивает. И Пётр очень хорошо и очень искренне отвечает. И они понимают друг друга. Знаете, братья и сёстры, мы тоже иногда склонны брать у друг друга подобное интервью. Тогда, когда испытываем любовь, привязанность другого человека, и каждый из нас может сказать другому, «Ну, я-то знаю, как ты меня любишь», вспоминая обычно самое такое негативное. Может быть, нам лучше всего задавать подобные вопросы, но задавать подобные вопросы не как бы от себя самих, но так, чтобы задавал их Иисус в нашем присутствии. Или нам задавать подобные вопросы от имени Господа в присутствии Иисуса. Вот в таком вот расширенном общении. И об этом нам надо спрашивать друг у друга. Мужья должны спрашивать у жён, жёны у мужей, дети у родителей, родители у детей. И, конечно, мы должны отвечать, отвечать искренне и правильно. Но всё-таки мы не должны быть первыми. Первыми пускай задаёт этот вопрос Иисус. Почему именно Иисус? Потому что именно в вопросе любви Ему принадлежит первенство. И вот наше время прийти к первой ключевой фразе. Она звучит так. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. То есть Господь возлюбил нас. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Получается, Бог первый, а мы уже за Ним. Вот так в нашей жизни мы можем по-настоящему любить лишь вторично любовью, после Бога. Он возлюбил первым. Относится ли эта любовь к любви к Богу, наша любовь вторая? Относится ли эта любовь к любви к ближнему? И в этом случае Он всегда должен быть первым, а мы за Ним. Почему так? Вы знаете, Бог есть любовь. Даже тогда, когда не был сотворен этот мир, Святой Троица, в Боге Отце, в Боге Сыне, в Боге Духа Святом уже существовала любовь. Был любящий, был возлюбленный, был Дух Любви. И в этом мире любовь происходит от Бога. Из вот такой предвечной глубины. И Бог посылает в этот мир Своего Сына, чтобы свою любовь с людьми разделить. Вот такую глубокую, сильную любовь. И причем Он возлюбил нас не тогда, когда мы святыми стали, но тогда, когда мы были еще грешниками. И любит нас такими, какие мы есть. В принципе, тоже порою далекие от божественных стандартов святости. Поэтому, чтобы любить других такими, как они есть, нам нужно сначала осознать и принять любовь Божию к нам, ко мне, такому, какой я есть. Петр такой, как он есть. И его любит Иисус. При воскресении своем Иисус отдельно говорит о Петре, еще с ним не встретился, а говорит, скажите и Петру, скажите и Петру, что я воскрес. А Петр в этот момент страдает от своего поступка, от того, что он отрекся от Спасителя, и ему эта весть особенно нужна. Спаситель передал, что он воскрес, и чтобы мы это тебе сказали. Вы знаете, это значит, не все потеряно, это значит, надежда. А ведь без воскресения уже ничего не исправишь. А если было бы и воскресение, но Иисус был бы равнодушен к Петру, не сделал этих первых шагов, то все равно все было бы напрасно. И вот Бог посылает Петру особую весть. Вот Он делает первым шаги любви. Такие шаги не в состоянии сделать Петр. Петр-то не воскрес, и тем более Петр виновный. Потом Иисус встречает Петра в Галилее. На том месте, куда пошел Петр и увлек за собой других. Конечно, у них была назначена встреча, потому что Иисус сказал, я предваряю вас в Галилее, но не именно на берегу озера, не за работой. А Петр был инициатором этой рыбной ловли. И эта работа оказалась бесплодной. Вы знаете, если мне приходится организовывать на какую-то работу, на какой-то духовный труд людей, он оказывается таким бесплодным, трудились, трудились, ничего не получается, трудились, трудились, ничего не получается, я чувствую какое-то угрызение совести, какую-то вину. Кажется, как бы быстрее все исправилось бы. Иисус здесь выходит навстречу Петру и все исправляет. Даже в том, что они энергию свою за ночь растрачили, и понятно, что утром кушать хочется, а еды-то готовой нет, а уже на берегу готов завтрак. Шаги любви, шаги навстречу. Петр такой же пылкий, как и раньше. Он бросается в море, и таким, как он есть, его любит Иисус. Хотя эта пылкость, она уже доставила свои огорчения, но Иисус не говорит, Петр, опять-то вот так вот спешишь. Нет, он это не говорит. Он начинает совершенно другой разговор. Ведь только он мог знать тайны сердца Петра, знать о том, что Петр хотя и согрешил, хотя и отрекся, но в глубинах своего сердца. Он горячо, как только может, как только может. Он любит. Любит Иисуса. Иисус это понимает и принимает эту любовь. Господь принял эту любовь Петра, такая, как она есть, поручив ему служение. Он сделал это в тишине Галилейского побережья, но так, чтобы было это слышно всем. Вы знаете, ученики сами бы по себе не смогли бы восстановить Петра в своих собственных глазах. Все-таки они в чем-то были лучше его в этой истории. но первым это сделал тот, который в любви всегда первый. Он делает первым то, что так сильно нужно было Петру. Вот во всей полной тестины, что только нужно было Петру, он любящий Петра это делает. Вот так делает любовь, которая от Бога. Эта любовь делает первой. Итак, первая ключевая фраза. Он возлюбил нас первым. Вторая фраза. Ты знаешь. Она звучит здесь несколько раз. Ты знаешь, Господи, я люблю тебя. Что за ней скрыто? За ней скрыто понимание Петра, что Бог знает глубины его сердца, его слабости, его искренность, его любовь. И надежда, что эта любовь удовлетворяет божественное сердце. Что еще знает Господь? Да, Господь знает, что, несмотря на слабость, Петр любит. Господь вообще очень хорошо знает о любви. Он свое время ученикам говорил, что вы возлюбили меня. Я знаю это. А кому-то он говорит, знаю вас, вы не имеете в своих сердцах любви к Богу. Он очень совершенно знает о наших чувствах к нему в глубинах наших сердец и принимает их такими, как они есть. В Новом Завете часто используются для любви два слова. Агапе – это высшая форма любви, беззаветная такая любовь, любовь, готовая на самопожертвование и филю. Любовь братьям. Вообще эти два слова в Новом Завете взаимозаменяемы. И так говорится, и так говорится. Но вот именно в этой истории порядок этих слов имеет особое значение. Об этом мы часто слышали. Господь спрашивает, ты меня, Петр Агапе? То есть любишь сильно-сильно, высоко-высоко, так же, как и я тебя. А Петр говорит, ты знаешь, Господи, я тебя люблю, филио. То есть не так, не так высоко, но все же люблю, как только могу. Иисус второй раз у него спрашивает, Петр, ты меня, Агапе? А Петр опять, я тебя, филио, ты знаешь. А третий раз Господь спросил, Петр, ты меня, филио? Петр говорит, я тебя, филио. И заплакал. А Господу, и это хорошо. Он знает несовершенство наших сердец, знает, Он все знает, как мы страдаем от этого несовершенства, что мы не можем так глубоко любить. Он знает, это наше страдание и сострадает нам. люби так и служи мне. Я поднимаю тебя из праха сейчас своей любовью, и то, что ты меня вот так вот любишь, это хорошо. Он любит, он знает, он знает опасности нашего пути. В свое время сатана просил его сеять учеников как пшеницу. Русское слово сеять приводит иногда нас в смущение, потому что слово сеять, это мы иногда говорим, вот бросить в землю, чтобы зерно взошло. Но здесь слово сеять означает сеяние на таку, это провеивание. То есть плохие зерна, зерна раздробленные, шелуху выбросить, а хорошие зернышки себе собрать. Вот они нужные, полезные. Вот такой сатанинский подход. Отбери себе, а Петра отбрось. Ты же знаешь, какой он и что он сделает. И Иисус это знает раньше. Еще тогда, когда эти события не произошли, он говорит, так просит сатана, но я молился о тебе, Петр, чтобы твоя не ослабела вера. Он знает, что Петр отречется. Но все равно идет за него умирать. Он все знает, но продолжает любить. Господи, Ты все знаешь. Фраза последняя, ключевая фраза для того, чтобы и мы учились любить, как Иисус. Это ответ Петра. Я люблю тебя. Итак, Господь возлюбил первым. Это первая идея для наших сердец. Он знает, Он знает все. Это вторая идея. И последняя. Я люблю тебя. Однажды Давид искренне так говорит в Салме. Возлюблю тебя, Господи, сила моя. Он говорит о своих чувствах любви к Богу. И мы тоже должны говорить Богу, что мы Его любим. Он возлюбил первым, мы любим Его в ответ. И любые отношения, где требуется любовь, отношения в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, всегда требуют, чтобы любовь была выражена словесно, на словах и на делах. И мы должны учиться говорить Богу, Иисус, Я тебя люблю. Иногда мы стесняемся. Ну, может быть, братьям труднее сказать слова любви из-за их врожденной мужественности вот такой. А это надо делать. Это говорил такой мужественный человек, как Давид. Это говорил такой пылкий человек и смелый человек, как Петр. И нам следует говорить так. Что же нам помогает сказать эти слова любви? Помогает нам воспоминание о Господе. Тогда, когда мы вместе с Петром можем что-то вспомнить. Вот если вспомнить последние несколько недель, которые были еще хорошо в памяти у всех в тот момент, можно несколько раз сказать Богу, я люблю триумфальный въезд в Иерусалим. Петр в этой ликующей толпе. Господи, я люблю Тебя, потому что Ты такой смиренный, потому что Ты разделяешь со мною это торжество, потому что когда-то я войду в великой радости вместе с Тобою в Твою славу, и Ты не отдалая себя от меня. Вы знаете, мне в своей жизни иногда приходилось совершенно случайно встречаться, не то, что встречаться, а быть на встрече с людьми известными и знаменитыми, не приглашенному заранее, а так, в случае. Однажды я задержался на работе, потому что меня пригласили на день рождения, мне нужно было выехать чуть позже, купить святые. Купил святые, я вдруг увидел, когда вышел со своей работы, это было на перекрестке таком вот большом, много людей, даже не сотни, а там может быть тысячи, транспорт не ходит, дорога перекрыта, что-то случилось, никто не может понять, в чем дело, но я дохожу до своей остановки с цветами, кругом люди, и вдруг проносятся автомобили, один, второй, третий, десятый, двадцатый, автомобили охраны, автомобили без стен, только охранники сидят, и в конце концов бронированный лимузин с президентом, и видно, что он машет руками людям, которые стоят, смотрят, а народ, ну, это было самые такие тяжелые годы после перестройки, тогда, когда страна была в страшнейшем кризисе, народ возмущается, люди продрогли, промерзли, звучат самые неприятные слова, и вдруг кто-то заметил, что я с цветами стою, посмотрите, он еще цветы ему принес, нет, нет, не ему, я постараюсь куда-то подальше, подальше спрятаться, а то, да думаю, сейчас ему-то ничего, президент, он-то проехал, а мне-то попадет, но Господь не забронированным стеклом, вот он не так, нет, то, что президента охраняют, это, конечно, оправдано, по-настоящему времени, но Господь близок к нам, так, чтобы мы пошли с ним рядом, так, чтобы могли снять с себя одежду и расцелить перед ним, как можно, но выразить свою благодарность, и из-за того, что мы видим, что он такой, что сердце отвечает, Господи, я тебя люблю, Господи, я люблю тебя, в другой раз мне пришлось встречаться тоже случайно с другим известным человеком, я возвращался с работы, даже не с работы, мне нужно было по работе в одном государственном учреждении устанавливать программное обеспечение, тогда, когда я вышел и спешил к себе в офис, я заметил, что полицейские стоят очень часто, дороги почему-то пустые, ну, я спешил на работу, занятый, проблем много, и вдруг меня останавливает один из полицейских, говорит, стой здесь, и говорит, никуда пока не ходи, и тут я, в конце концов, выгляделся по сторонам, смотрю, снимает телевидение, смотрю, буквально через дорогу два человека, узнаю сразу, губернатор края и патриарх всей Руси, вот так, совсем недалеко, и там здание законодательного собрания, это как капитал, билдинг у нас, и вот он благословляет, туда в сторону, я под это благословление как бы и не попал, но я смотрел на губернатора, и сразу было видно, потому как он стоит, что он здесь не главный, что он здесь не главный, а тем более все остальные, которые вот так вот далеко, вот такая дистанция, будь это высший представитель священства или высшее лицо в государстве, такая дистанция здесь на земле, но здесь у Иисуса дистанции нет, он разделяет с нами свою славу, можно еще Петру вспомнить, как потом Иисус омывает ноги ученикам, и его ноги омывает, Господи, но если бы я был там, в том месте, если бы кто-то из нас там был, он бы омыл бы и наши ноги, да, конечно, я люблю Тебя, Господи, потому что Ты омываешь мне ноги, а потом он молится, молится и в своей первосвященнической молитве, он упоминает и учеников, близких ему, и о тех всех, кто будет веровать по слову их, а потом молится еще раз, и пот, как капли крови, уже в другом месте, Господи, я люблю Тебя, потому что Ты включил мое имя в свою молитву, потому что Ты молился так серьезно и глубоко обо мне. Совсем недавно мне попала с руки одна книга, я оставил ее в своей библиотеке, она называется «Как любить тех, кто тебе причинили сильную боль?» Я не читал ее, просто прояснул несколько страничек и, не учитываясь, запомнил одну историю. Пишет пастор большой церкви и отец большого семейства. Он интересно так говорит, вы знаете, что тогда, когда человек растет и попадает в тот возраст, когда его возраст оканчивается на тин, это, да, со скольки до скольки? С 13 до 19, да? Иногда, говорит, так бывает, что в течение этих шести лет ну что-то с рассудком у детей происходит, пока они вырастут. Они поступают порою так безумно, что я удивляюсь. У кого-то это случается редко, у кого-то вообще не случается, у кого-то в начале этого периода, у кого-то в конце, у кого-то растягивается очень долго, и он говорит, я вырастил многих подростков, в моей семье, но вот с этой трудностью я хочу с вами поделиться. И он говорит, когда моя дочь закончила школу и пошла учиться дальше, в университет сразу, то она попала в плохую компанию. Стала далекой от Бога, далекой от семьи, но еще пока только все это начиналось. И мы понимали, что здесь большие-большие проблемы есть. И вот однажды жена мне говорит, или ты сейчас готовишься к проповеди, и завтра идешь и проповедуешь большому собранию, или мы прямо немедленно выезжаем и забираем дочь из университета. И он говорит, я, конечно, выбрал второе. Бросил все подготовку, поехал. Привезли мы дочь. И говорит, дома, конечно, напряженная обстановка. Ты никуда больше не пойдешь. Ты пойдешь учиться гораздо позже, ты будешь жить дома с родителями. Я не хочу, я сама в праве устраивать свою жизнь. Она хлопает дверью, отец хлопает рукой в эту дверь. Ну, такая ситуация. Такая ситуация. И конфликт в такой острой фразе. Острой фазе. И говорит, я спускаюсь вниз, и жена, а мы смотрим, наши двое младших, девочка и мальчик, 8 и 9 лет, они молятся. И они молятся до такой степени насыщенно и глубоко, что нам даже стало как-то немножко не по себе. Они в своей молитве упоминают силу Бога, кровь Иисуса Христа. Родители помолились вместе с ними. А дети рассказывают, папа и мама, когда мы услышали, что такое скандал, мы решили, что сатана в нашем доме. И что нам надо вступить в духовную борьбу. Мальчик на год старше и говорит твоей сестре, беги быстрее за Библией, нам надо становиться на колени и молиться, чтобы Бог одержал победу. Сестра побежала и бежит вниз по лестнице, несет с собой свою Библию для девочек розового цвета. А тот ей говорит, это не та Библия, сатана не боится Библии для девочек розового цвета, нужно Библию черного цвета, ее неси. Мы, говорит, женою слушаем, и несмотря на то, что конфликт еще пока висит в воздухе, и наша дочь там наверху, до меня вдруг доходит одна ясная мысль. Прежде чем я молился, он молился о победе в этой духовной битве. Господи, я люблю Тебя, потому что Ты знаешь все трудности жизни моей, все слабости, которые я могу проявить, все то, что случится, Ты знаешь, это все заранее, наперед, и я уже в Твою молитву включен был тогда, когда Ты молился тогда, рядом с учениками, в Гефсимании, и сейчас Ты ходатайствуешь перед Отцом тоже за меня. И мое имя, и мои проблемы, они включены в Твои ходатайства. Сегодня, здесь, сейчас. И Ты даешь Духа Святого, чтобы я это понимал, и делаешь участником Твоего воскресения. Конечно, Господи, я люблю Тебя. Мы с Вами сейчас вспомнили всего лишь несколько библейских историй, связанных с Иисусом Христом. Преломили их для себя, и мы увидели, что Он любит. И тогда, когда мы вспоминали, само это воспоминание заставляло нас, несмотря на наши похожие трудности и беды, сказать Богу, Иисус, я Тебя люблю. Ты знаешь, как я Тебя люблю. Может быть, не Агапа, может быть, Филия, но Ты же всё знаешь, я люблю Тебя. Вы знаете, Пётр сказал это, как мог. Иисус побудил его это сказать. Я вижу, что это было исцелением для сердца Петра. Сказать, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя. И Бог это принимает. Заключение. Люби, как Иисус. Он возлюбил нас первые. Будем об этом помнить. Он знает нас и нашу любовь. Мы говорим Ему в ответ. Ты знаешь, Господи, я люблю Тебя. Но нам нужно проявлять такую же любовь. Пусть вот эти три ключевые фразы нам помогают в этом. Он любит меня. Это должно быть источником и моей любви, первым источником любви. Сегодня больше в моде, что ли, такая потребительская любовь. Я Тебя люблю, потому что Ты нравишься, потому что Ты соответствуешь моим стандартам, потому что Ты угаскаешь мне, потому что Ты делаешь то, что я желаю. Я люблю, потому что я потребляю Тебя. Но Бог даёт нам источник не потребительской любви, но любви дающей. Вот это любовь, которая первая. Любовь потребительская, она иссякнет. рано или поздно, потому что у нее нет божественного источника. Поэтому надо наблюдать первыми. Восстановить нашего ближнего, если он нанес нам какое-то огорчение и боль. Восстановить его в его глазах, вот как восстанавливает Петра Иисус. И сделать это первым. Сделать ближнему то, что ему действительно нужно, что ему действительно очень нужно. Может быть, какое-то дело, может быть, какая-то просьба, может быть, это просьба о прощении или наоборот, тогда мы даем ему прощение. Как Иисус Петру нужно сделать это первым. Фраза вторая. Ты знаешь. Ты знаешь, Господи, меня таким, как я есть. А ты? Ты знаешь ближнего твоего таким, как он есть. Ты знаешь себя, каким ты есть. Свои самые тёмные стороны, свои самые тёмные черты, которые не видят другие, но которые знаешь ты, которые ещё лучше, чем знаешь ты, знает Бог. Иногда это очень неприятное знакомство. Но если нам быть честными, мы можем знакомиться с другими через искреннее знакомство с самим собой. Вот меня, таков, какой я есть, со всеми моими недостатками, любят Бог и любят очень сильно. Поэтому если у ближнего моего есть недостатки, а их гораздо меньше, чем у меня, его таким же знает Бог и любит его так же сильно, как и меня. И поэтому и я его тоже люблю. Если я такой, и Бог меня любит. Если мой ближний такой, и Бог его любит. Люди, которые вокруг нас, они не ангелы. Но Бог их любит. И мы должны любить так, как любит Бог. А ещё иногда мы должны посмотреть на наших ближних с точки зрения вечности. Вот такие, как мы будем в вечности. Чистые, святые, без всяких недостатков. Мы пока ещё в нашей старой одежде, ещё пока от ней не избавлены. Но там-то всё будет не так. И тогда, когда мы смотрим наперёд, нам легче любить людей такими, какие они есть, потому что мы видим, какие они будут по любви и силе всемогущего Бога. И последняя фраза, ещё раз её напомню. Я люблю тебя, ты знаешь. Скажите это Богу напрямую. Вспомните о том, как Бог любит вас, и выразите эту любовь в молитве. Не обязательно это должна быть публичная молитва. Но надо сказать это Богу. А затем, может, это гораздо труднее, скажите те же самые слова своему ближнему. Две этих фразы, одна без другой, недействительны. Они всегда только вместе. Господь мой, я люблю тебя. Ближний мой, мой сын, дочь, жена, мама, папа, я люблю тебя. Сделайте это как можно скорее. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.